Добрый день! Представляю вашему вниманию специальный проект моего канала «Видеотур по музею-галереи живописной вышивки». Мы с вами находимся в Государственном музее-усадьбе Остафьева «Русский Парнас», где в период 6 марта по 12 мая 2020 года проходит наша выставка вышитых картин «Жизнь прекрасна». Усадьба Остафьева – это не просто прекрасное место, но еще и уникальный памятник русской культуры с конца XVIII до начала XX века. Единство истории, литературы и искусства. На протяжении многих лет Усадьба была литературным центром Москвы, где собирались и гостили ключевые фигуры Золотого века русской литературы – Жуковский, Пушкин, Гоголь, Грибоедов, Батюшков и многие другие выдающиеся личности. 12 лет в Остафьеве жил и работал Николай Михайлович Карамзин, женатый на старшей дочери князя Андрея Вяземского – Екатерине Андреевне. И первые 8 томов истории государства российского были написаны именно здесь. История усадьбы неразрывно связана с жизнью князей Вяземских, а также с хозяйками Остафьевского дома, которые были действительно выдающимися женщинами своего времени. И не просто верными, любящими и любимыми подругами своих мужчин, но еще и замечательными рукодельницами, хранителями и продолжателями исконно женских традиций. И многие предметы интерьера украшались с помощью вышивки. Прекрасной вышивальщицей была жена одного из владельцев усадьбы Остафьева, поэта, князя Петра Андреевича Вяземского, Веры Федоровна. Среди ее работ, создававших красоту, тепло и уют в доме, были подлинно художественные произведения, в которых проявлялись фантазия, вкус и высокий уровень мастерства. Традиции прежней эпохи нашли отражение в работах, выполненных талантливыми вышивальщицами из разных уголков России, которые, вдохновившись идеей совместного авторского проекта «Жизнь прекрасна», создали галерею вышитых картин. И часть этих работ, а именно 30 вышитых полотен, вы можете сегодня видеть на нашей выставке, проходящей в стенах Государственного музея усадьбы Остафьева «Русский парнас». Каждая из вышитых картин уникальна. От них веет теплом души и рук, которые создавали эти работы на протяжении многих месяцев и даже лет, чтобы в ниточках воссоздать максимально близко к оригиналу изображения. Предлагаем вашему вниманию видеотур по нашей выставке вышитых картин, где вы сможете полюбоваться на сложные многоцветные гобелены, увидеть, как можно вдохнуть новую жизнь в шедевры известных художников, воплощая их в вышивке. Желаем вам приятного просмотра! Мастер вышивки Светлана Дьянова. Автор и создатель проекта «Жизнь прекрасна». Светлана родилась, выросла и живет в Москве. Более трех лет жила и работала в Лондоне. Светлана ведет активный образ жизни. У нее пять высших образований, включая Executive MBA, работала в крупных нефтяных и консалтинговых компаниях, много путешествовала по миру. Серьезно увлеклась вышивкой с 2013 года, а в 2017 году создала свой собственный авторский проект «Ля Ви и Бейль» или «Жизнь прекрасна», посвященный вышивке сложных многоцветных полотен, выполненных по картинам известных художников. Помимо вышивки, Светлана любит читать или слушать аудиокниги, путешествовать, кататься на горных лыжах, заниматься садом на даче. Вообще у нее много разных увлечений, из которых именно вышивка приносит ей много радости и творческого вдохновения. На выставке представлены восемь вышитых картин Светланы. «Биандина» по картине британского художника викторианской эпохи XIX века лорда Фредерика Лейтона. В настоящее время оригинал находится в галерее искусств Гамбурга в Германии. Схема вышивки выполнена по дизайну СТ, размеры 380 на 500 стежков, в готовом виде 40 на 53,5 см. Всего использовано 177 цветов, нитки DMC, канва «Конгресс-страмин» 24 каунта. Техника вышивки «Петит полукрест» в две нити. На создание этой вышитой картины ушло 3 месяца. «Конгресс-страмин» 24 каунта. Катерина по картине Катерина Роза Бацарис. Это один из 36 портретов знаменитой галереи красавиц Нимфимбургского дворца. Выполнен придворным художником короля Людвига I Баварского Йозефом Карлом Штилером. Схема вышивки выполнена по дизайну химеры, размеры 304 на 364 стежков, в готовом виде 31 на 37 см. Всего использовано 53 цвета, нитки DMC, канва «Конгресс-страмин» 24 каунта. Техника вышивки «Петит полукрест» в две нити. На создание этой вышитой картины ушло 3 месяца. «Петит полукрест» в две нити. «Петильница» или «The Little Lace Maker» по картине английской художницы французского происхождения Софи Андерсон. В настоящее время оригинал находится в частной коллекции. Схема вышивки выполнена по дизайну из Т. Размеры 255 на 315 стежков, в готовом виде 27 на 33,5 см. Всего использовано 156 цветов, нитки DMC, канва «Конгресс-страмин» 24 каунта. Техника вышивки «Петит полукрест» в две нити. На создание этой вышитой картины ушло 2 месяца. «Петит полукрест» «Рыженькая» по картине современного русского художника Андрея Алексеевича Шишкина. В настоящее время оригинал находится в частной коллекции. Схема вышивки по дизайну Елены Горбаневой, 7 слоников. Размеры 350 на 480 стежков, в готовом виде 37 на 43 см. Всего использовано 189 цветов, нитки DMC, канва «Конгресс-страмин» 24 каунта. Техника вышивки «Петит полукрест» в две нити. На создание этой вышитой картины ушло 3 месяца. «Петит полукрест» в две нити. Феодора – это фрагмент по картине итальянского художника XIX века Луи Пизани «Сеодора Ла Фроскатана». В настоящее время оригинал находится в частной коллекции. Схема вышивки выполнена по дизайну СТ, размеры 204 на 279 стежков, в готовом виде 22 на 30 см. Всего использовано 120 цветов, нитки DMC, канва «Конгресс-страмин» 24 каунта. Техника вышивки «Петит полукрест» в две нити. На создание этой вышитой картины ушел один месяц. «Музыка» Маркиза за вышиванием или Маркиза де Коммэн Ла Форс по картине французского придворного художника правления Людовика XV Франсуа Юбер Друэ. В настоящее время оригинал находится в художественном музее Дэвида Оусли в Государственном университете Болл США. Схема вышивки выполнена по дизайну из Т. Размеры 450 на 556 стежков. В готовом виде 48 на 59 сантиметров. Всего использовано 152 цвета, нитки DMC, канва-конгресс-страмин 24 каунта, техника вышивки, петит-полукрест в две нити. На создание этой вышитой картины ушло 5 месяцев. Даму в голубом. Это фрагмент по картине итальянского художника XIX века Рафаэля Джанетти. Оригинальное название «Букет». В настоящее время оригинал находится в аукционном доме Williams & Sun в Ричмонде, Великобритании. Схема вышивки выполнена по дизайну из Т. Размеры 280 на 380 стежков. В готовом виде 30 на 41 сантиметр. Всего использовано 197 цветов, нитки DMC, канва-конгресс-страмин 24 каунта. Техника вышивки, петит-полукрест в две нити. На создание этой вышитой картины ушло 3 месяца. Автопортрет художницы по картине французской художницы XVIII века Марии Габриэль Капе, где она сама себя запечатлела в возрасте около 22 лет. В настоящее время оригинал находится в Национальном музее западного искусства в Токио. Схема вышивки выполнена по дизайну из Т. Размеры 340 на 450 стежков. В готовом виде 36 на 48 сантиметров. Всего использовано 188 цветов, нитки DMC, канва-конгресс-страмин 24 каунта. Техника вышивки, петит-полукрест в две нити. На создание этой вышитой картины ушло 2,5 месяца. Мастер вышивки Анна Ефимова. Родилась в городе Томск, в настоящее время живет в городе Щелково Московской области. Окончила Томский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков. Работает учителем английского языка. Анна вышивает с 2001 года. Начала с небольших работ, потом перешла на все более сложные и в 2014 году начала вышивать свою первую многоцветку от Golden Kite. Помимо вышивки Анна пробовала разные виды рукоделия, умеет вязать и крючком, и спицами. Пробовала раскрашивание по номерам, увлекалась шитьем декоративных кукол Тильда. Но все-таки ее настоящая любовь – это вышивка. На выставке представлена вышитая картина Анны «Девочка-собачкой» по картине австрийской художницы XIX века Маре Верле. Оригинальная картина была продана на аукционе в 2014 году и в настоящее время находится в частной коллекции. Схема вышивки выполнена по дизайну Эсте, размеры 318 на 404 стежков, в готовом виде 45 на 55 см. Всего использовано 175 цветов, нитки DMC, канва Аида 18 каунта. Техника вышивки – полный крест в две нити. На создание этой вышитой картины ушло 11 месяцев. Мастер вышивки Алена Хилтемин. Живет в Москве, имеет высшее экономическое образование, а также образование в области маркетинга. В настоящее время работает домохозяйкой. Алена вышивает с 2006 года, многоцветки с 2018. Помимо вышивки, любит читать книги, увлекается историей и политикой, ведет свой канал на YouTube, а вообще все основное время посвящает детям. На выставке представлена вышитая картина Алены «Ангел со свечой» по картине художника XIX века Тимолеона Карла фон Нефа, который впоследствии принял российское дворянство и получил имя Тимофей Андреевич Неф. В настоящее время оригинал находится в Национальном музее Грузии. Схема вышивки выполнена по дизайну Исте. Размеры 400 на 496 стежков в готовом виде 40,5 на 40,5 сантиметров. Всего использовано 138 цветов. Нитки DMC, канва Цвейгард Лугана 25 каунта, техника вышивки, петит полукрест в две нити. На создание этой вышитой картины ушел один год. Это была первая часть видеотура по нашей выставке вышитых картин «Жизнь прекрасна» в музее-усадьбе Остафьева «Русский Парнас». Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok